Здравствуйте, дорогие телезрители! Телеканал Арсент. Народ должен знать. Я Август Кара и моя соведущая Юлия Ваганова в очередном эфире. Теперь у нас следующие вопросы, связанные с нашими любимыми темами квартирных товариществ, рабочего права, семейных взаимоотношений и вообще любви к искусству. К искусству, да. Здесь у нас есть вопрос. Нигде не могу получить вразумительный ответ на совсем простой вопрос. То есть, имею ли я право отказаться быть свидетелем в уголовном деле? Криминал сразу пошел после красоты. Мы переходим в криминал. Тем более, что таковым я себя не считаю. И даже не знаю, насколько дело уголовное. Речь идет о психически больном сыне, который проживает с той же психически больной бабушкой в другом городе. Но все-таки человек знает, о чем речь. Вот для меня интересно. В темном городе жило много-много психов. Вот мне интересно, говорит. Я не могу быть свидетелем, потому что я ничего не знаю о психическом больном сыне и его бабушке. И в другой город. И в другой город. Был звонок от следователя, чтобы я приехала и дала свидетельские показания. Может, они играют? Может, это не следователь? Может, это третий? Был звонок от следователя, чтобы я приехала и дала свидетельские показания. Я сказала, что отказываюсь, потому что я ничего не знаю, что там у них произошло. Но знаю, что что-то произошло. Но что произошло, не знаю. Но мне ответили, что у меня нет на это права. Так ли это? Все-то я подозреваю эту другу. Я скажу так, наша дорогая телезрительница, что вы не имеете права отказаться от дачи свидетельских показаний. У нас есть ограниченное право в отказе. Это связано именно только с теми случаями, когда это ваш близкий родственник, это касается вас лично. То есть все, что вы можете сказать, как говорится в фильмах, может быть использовано против вас. Поэтому то, что можно использовать против вас, вы об этом можете не говорить. То есть если это касается вас лично, вы можете не давать на это показания. Но то, что касается уголовного отдела и в рамках уголовного отдела, вы обязаны дать свидетельские показания. Другое дело, если вы ничего не видите, вы так и говорите, что я ничего не знаю. Если это на самом деле не уголовное дело. Кроме бабушки, сына, неуголовного дела, который произошел в городе, о котором я ничего не знаю. Вот. Можно так и сказать. Вот ваши свидетельские показания. Вы обязаны пойти к следователю и заявить о том, о чем вы не знаете. Точнее, заявить то, что вы знаете. А значит, вы говорите, я знаю о том, что я ничего не знаю. Очень так все запутанно, а просто у вас получилось. Моя версия была более легкая. Ну что, прокурор и есть. Следователь. Следователь тоже из того города. И есть тот внук. Из темного города. И есть тот внук, да. Может быть. Но если следователь говорит о том, что он офицер полиции, как говорится, и говорит адрес все-таки, куда приходит полицейский участок, то все-таки я советую вам сходить. И вот тогда можно выяснить, да, так ли это и что вам. Он все-таки просит. Да. Следующий вопрос. Должен ли работодатель отправлять работников на осмотр к врачу? Или это дело добровольное? Должен ли? У нас есть обязательные нормы трудового законодательства, где работодатель обязан в течение двух лет отправлять работников на общую проверку здоровья, тервис и контроль. Тервис и контроль. Такая общая проверка. Рабочая проверка здоровья. То есть, можете ли вы, ваш, нет, как это по-другому сказать, позволяет ли ваше состояние здоровья занимать вами занимаемую должность? Впрочем, в этой проверке нет ничего такого. То есть, вы можете наоборот лишний раз проверить свое здоровье. Видать, здесь работодатель не отправляет, а он хочет сходить. Ну да, зрение, давление, рост, вес, объем. Объем талии. Талии. Почек, печени, сердца. Объем печени, да. Очень важная штука. Поэтому, да, существуют такие нормы. Но добровольно вы тоже можете сходить. Да, можно просто к семейному врачу записаться. Да. И пойти. Здесь вопрос такой, очень интересный. Моя бывшая невестка, бывшая невестка, переезжает в Англию к новому мужу и хочет забрать внука. С моим сыном они развелись давно, но с ребенком невестка дает видеться ему и мне. Сын против этого переезда, весь внук, и тогда мы вообще не увидим. Разве может она увезти ребенка за границу без дорожения его отца? Может ли сын обратиться в полицию или еще куда-то, чтобы запретить вывоз ребенка в Англию? Может обратиться в суд? В суд. Нет, ну тут надо, действительно, тут тоже консультационный вопрос на самом деле. Тут очень много вопросов, которые нужно выяснить для того, чтобы дать вам правильный ответ. Нет, потому что тут очень много нюансов, какие права родительские были, они как-то ограничены, разделены, или если совместное право попечения над ребенком, то тогда разрешение отца обязательно. Я бы спросил по-другому. Вот человек, который у нас спрашивает, представляете, теперь вы со своим сыном, который сейчас отец внука, разошлись со своим мужем и хотите переехать в другой город к новому мужу? Да, и живете, в принципе, с сыном всю жизнь. И живете рядом с сыном всю жизнь. Как к этому относиться? По-житейски. Как Юлия и сказала, здесь очень много вопросов, но одно, один, можно обратиться в суд, здесь вопрос, может ли сын обратиться еще куда-то, только в суд можно с этим обратиться, потому что надо, мы тоже не знаем всех ситуаций. Причем именно таких кардинальных ответов, чтобы вам дать хоть какой-то даже поверхностный. Вот поверхностный ответ только один, можно обратиться в суд. Можно обратиться в суд, да. И потом, дорогая телезрительница, подумайте, что, как я еще раз сказал, если бы вы были на ее месте со своим сыном, то есть с тем, кто у вас сейчас отец вашего внука, я понимаю, что он может... По доброй воле все равно можно, если тем более ребенок в этом общении заинтересован. Если у вас все выходит мирно на протяжении долгих лет, они развелись давно, и мальчик, ну или девочка, ребенок постоянно общается, да, и с вами, как с бабушкой, и со своим отцом, то, в принципе, это тоже ситуацию можно урегулировать на семейном уровне, не обращаясь в судебные органы, а просто сказать кардинально не хочу, потому что это мне не нравится, но, увы, вот судьба распорядилась вами, вашими судьбами давно, и вы как бы с этим смирились, и вас эта ситуация устраивала, а то, что женщина хочет поменять свою судьбу и уехать к мужу новому, в другую страну, ну это вот уже такой вопрос. Ну, если вас кардинально, вы видите, что ребенку там будет плохо, и как-то можете это обосновать и доказать, и ребенок этого не хочет, то тогда, да, вам прямая дорога в суд тогда. У нас следующий вопрос в студии. Мы живем в гражданском браке уже более 30 лет. Квартира мужа, квартира мужа, и у нее есть дочь, и вот уже 3 года муж на группе, а я у него опекун. Дочь не помогает. Недавно оформили ему опекунство до конца жизни, но она тоже сама инвалид, и мы оба на пенсии, и положа руку на сердце, я очень боюсь остаться на улице, если с ним что-то случится. Какие же права есть у тех, кто живет в так называемом гражданском браке, что будет, если один из пары станет инвалидом, заболеет или умрет? Скажем так, я быстренько сразу же скажу, оформите завещание друг на друга. Да. И вопрос с квартирой мужа решен. Ну, только дочка останется без квартиры. Дочка останется без квартиры. Ну, она негодяйка не помогает. Нет, так как она не помогает, то может она и должна остаться без квартиры. Ну, можно дочку оставить под наследником. Да. Когда умрут оба супруга, тогда она станет наследником. Если будет, что наследовать, правда? Ну, вот и все, поэтому никаких вопросов. Или обратить в суд и потребовать с дочерью. Ну, тут надо еще исходить, какая опекунство, почему инвалидность, если это связано. Ну, понятно. Просто, если мы говорим о том, что если уж есть такие требования к дочке, можно от дочки потребовать какие-то шаги через суд. Обязательно через суд что-то делать. А так, у вас прямая дорога к нотариусу или заказать нотариусу на дом. В принципе, такая услуга тоже имеется. Тоже имеется, да. Что пришел и составил вам завещание. Да. Взаимное, невзаимное и так далее и тому подобное. Можете сделать, правда, вот. Можете расписаться. Можете. Как вариант. Потом сделать завещание. А, ну, надо сначала, чтобы сделать взаимное завещание. Нет, вот это именно супружеское взаимное завещание можно сделать только тогда, когда они расписаны. Ну, конечно, в браке просто так нельзя. В браке. Просто так нельзя. Поэтому с точки зрения гражданского брака тут, честно говоря, прав очень мало. Поэтому взаимное завещание можно только, это именно супругов у него конкретное даже название. Поэтому можете спокойно расписаться через 30 лет спустя, как в мушкетерах было, и, в принципе, заниматься этим. И тогда можно сделать завещание и оставить дочку уже на третьей. Да, поэтому без этого никак. У моих родственников возникла большая проблема. Муж хочет развестись, а она не хочет. Ну что поделаешь, муж уже не живется, поэтому, ну да, одна хочет. Один хочет, другой не хочет, что-то. Да. В квартире прописаны опа, но в мае он выгнал ее. Она теперь живет у родителей. Хочет вернуться домой, но муж не пускает. Имеет ли на это право? Квартира ему досталась по завещанию. Может ли она рассчитывать на часть этой квартиры после развода? В собственной квартире муж, он получил эту квартиру по завещанию. Брак был заключен в 93-м году. Но, скажем, все ответы уже у вас в вопросе, вы сами уже все ответили. Скажем, все очень просто. Да. На данный момент я не вижу проблем со стороны мужа вообще никаких проблем я не вижу. А со стороны вашей подруги? А, родственницы. Родственницы. Это ее большая проблема. Это ее большая проблема. Потому что квартира мужа и будет мужа. Да, она получена по завещанию, это ее собственная. Собственность его, да, раздельная, несмотря на то, что это произошло в браке, то в данном случае... Там единственный вопрос. Она имеет вопрос на вот этот кассф, как это, юрды кассф. То есть на те вложения, которые были сделаны. Ну, это смотря какой у них... Не, не, в этом смысле. Если они вкладывали оба в это увеличение стоимости квартиры, и она может доказать... Это курный вопрос, это можно доказать. Да. А так, единственное, что при отчуждении этой квартиры сейчас по новым нормам законодательства, все равно, как бы то ни было, ну, если пока вы еще жена, то ваше согласие нужно сказать, что это не ваше место жительства, в данном случае это... Не ваше место жительства, потому что там не живете. Да, поэтому тут, скажем так, именно право собственности принадлежит самому вашему роду, то есть супругу вашей родственнице. Поэтому ничего не поделаешь, вот такова селяви, как говорится. У нас вопросов еще очень много, давайте быстренько последний вопрос, потому что у нас время уже на подходе, постараемся его как бы пробежаться по нему. Мы старые люди, в Эстонии настроили много домов престарелых, куда отправляют пожилых. У нас детей нет, умерли раньше нас. Откуда взять деньги на дом престарелых, кто может помочь в такой ситуации? Ну, государство может помочь, или умоварительство, как говорится, да. Ну, да, местное самоуправление, но... Я бы спросил бы, а где вы живете? Да, если вы живете в своем жилье, можно продать квартиру и оплатить услуги домом престарелых. Да, абсолютно. Давайте еще один парочку вопросов, потому что у нас блиц-вопросы пошли. Должен работодатель платить за экспресс-тестирование работника? Если это требование работодателя, тогда должен. Тогда должен. А если нет, то... Но здесь есть вопрос. Я бы тогда сказал по-другому. Вакцинируйся и не плати. Это добровольно. Или плати за экспресс-тестирование, или требуй деньги с работодателя. Да. Но здесь очень такой вопрос. Нет, просто если это внутреннее какое-то, это просто работодатель хочет так делать, то, конечно, он должен сам обеспечивать этими экспресс-тестами. И даже госучреждения делают это бесплатно, медицинские учреждения, тем, кто не вакцинирован. Пожалуйста, делают каждую неделю. Да. Добровольное. Другой вопрос, что... То вы обязаны его сделать, этот тест, заплатить. Если это вот на месте у работодателя вот эти... Ну, я бы еще ушел здесь, может быть, совсем далеко в дебри, что если мы говорим, смотря кем и где вы работаете, если вы работаете как вот работники скорой помощи и так далее и тому подобное, на что сейчас большая полемика... Все равно они делают экспресс-тесты, и их никто не может принудить это делать. Нет, нет, нет. Делают это за счет государства. Конечно. Я имею в виду в этом смысле, что тогда работодатель может вообще потребовать вакцинации. Ну, может. Но принудить не может все равно, насколько я знаю, на практике. Да. Знакомые, которые работают в таких учреждениях. Принудить не могут. И в школах, и в медицинских. Единственное, они могут потребовать постоянное тестирование. Так и требуют, да. И все. Ну, а так, конечно, как будто бы боятся, что могут уволить, но кто-то же работать тоже должен быть. Поэтому. Можно ли отправиться на вакцинацию в рабочее время? Ну, по договоренности можно. Это же все-таки культ настоящего времени. Можно воспользоваться им, пойти в рабочее время, завакцинироваться. Если другого, если вам действительно предложили по записи, и вы пошли, почему нет? Я думаю, тоже это не вопрос. Это как к врачу сходить необходимо, то есть плановый какой-то осмотр. Я тоже не вижу проблем. Поэтому, дорогие телезрители, на этом... На нотке вакцинации медицины. Нотке вакцинации во время вакцинации. Во время пира чумы вакцинации. Мы говорим вам всего хорошего. До следующих встреч в эфире. Юлия Ваганова, Август Гара. Мы говорим вам до свидания. Смотрите телеканал АРСН. Народ должен знать. В прямом, в записи и в ютубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова